Сегодня многие задумываются о том, как начать свое дело в Казахстане, однако далеко не каждый знает, с чего начать свой бизнес. Сегодня мы расскажем о карагандинской гусиной птицефабрике возрождения 21 век. Это предприятие за три года смогло завоевать не только отечественный, но и российский рынок. Три года назад братья Валерия и Сергей Сергина не могли найти мясо гуся на рынках города перед новогодними праздниками. Тогда к ним пришла отличная идея, чтобы выращивать такую птицу в шахтерской столице и продавать ее в местных магазинах. Для разведения гусей нужна была только территория. И они купили землю на окраине села Уштубе Мухожираусского района. Именно здесь началось возрождение никогда мощного птицеводческого объединения. Приехал человек, попросил в аренду птичники. В конечном итоге и дал нам такое направление, говорит, типа я занимаюсь гусятами, развожу по населению, люди охотно их берут. Ну, соответственно, мы подхватили эту идею и привезли с России первые 20 тысяч гусят. То есть яйца, инкубационные яйца здесь инкубировали и получили 16 тысяч суточных гусят. В прежние времена вот на этом месте находилось 36 птичников. Раньше здесь производился большой объем мяса птицы и яиц. Но после развала Советского Союза ничего сохранить, к сожалению, не удалось. Долгое время прорабатывали вопрос, как восстановить птицефабрику. Это были птичники-постройки с 77-го года, прошлого века. Они были, ну, в связи с тем, что Союз развалился, птицефабрики все стали и были здесь полностью разрушены. Просто остался каркас. И вот три года назад, вот они, бизнесмены, взяли, восстановили все это, помещение, водопровод, канализацию. Ну, на это ушло примерно полгода. И вот третий сезон мы занимаемся гусями. Завозим суточный молодняк где-то в начале лета, ну, в мае месяце. И с мая месяца вот начинаем их выращивать. Братья Сергены поняли, что разведение гусей – это очень выгодное при разведении птица. Ее нужно только первое время поднять, а потом она растет практически сама по себе. Даже самые сильные морозы гуси переносят спокойно. И у нас параллельно была и стройка шла. В один птичник мы еле успели сделать. Через 30 дней уже с инкубатора выходили первые суточные гусята. У нас еще птичники не были нагреты. Пришлось смекалку проявить. Видели, воздушный шар летит с рекламой. Соответственно, мы позвонили прям визуально. Говорю, спускайся, поможешь нам. Человек спустился на воздушном шаре, нагрел птичники нам. У него мощные горелки присутствуют в этом воздушном шаре. Соответственно, мы так вышли из положения. То есть за полчаса мы нагрели птичники до 60 градусов. Они до 30, соответственно, уравнялась температура. И мы через 2-3 часа начали заселять суточные гусяты. В России для разведения были закуплены три породы гусей. Шадринская, итальянская, губернаторская. Через некоторое время карагандинцы поняли, какая птица лучше всего приживается в условиях центрального Казахстана. Ну, вообще принятые, если мясные породы, то, говорит, о линдии. Это крупные ландские, это французские серые гуси. Они очень тяжелый кросс. Они производят меньше яйца, но, соответственно, мяса у них больше. Как отмечает Сергей Сергин, сегодня появилась тенденция для серьезного роста предприятия. Правда, было сделано много ошибок, когда только они начинали работать. В первую очередь свой инкубатор, свой угодный цех, чтобы уже не зависеть, свой корма-цех. От этих составляющих можно, конечно, приличную сумму денег сэкономить и уже более динамично развиваться в этом бизнесе. Ну, соответственно, это уже у нас третий сезон, третий год. В этом году мы, конечно, еле-еле-еле выжили из сложной ситуации работы с банками. Ну, я думаю, что и это тоже, так скажем, тяжелый опыт, который мы прошли, выжили. Теперь ставку делаем на надежные банки, партнеры. Соответственно, будем дальше развивать этот бизнес. Хотя очень много сложностей. Те программы, которые сейчас работают по дому, по субсидированию процентной осадки, на сегодняшний день по отношению к нам почему-то не применяются. Даже при условии экспорта, что мы показываем, что мы экспортерами являемся, нам субсидии, ну, никак не могут применить, потому что какая-то есть недоработка. Сегодня все трудности на производстве удалось решить. Бизнесмены защитили свой проект на областном совете и получили помощь в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Ставку по банковскому кредиту, взятому на развитие фермы, просубсидировало государство. Процентная ставка снизилась с 12 до 4%. Начнем с того, что в первый год нам провели электроэнергию. Вот это мощная помощь государства была. Соответственно, те китайские генераторы, на которых мы первый год работали, на втором год мы уже непосредственно пользуемся электроэнергией. Это очень серьезная помощь. Сегодня в работе предприятия «Возрождение 21 век» помогает палата предпринимателей Карагандинской области, которая старается оказывать правовое содействие и консультации. Это единственная организация в нашей области, которая действительно помогает молодым предпринимателям решать самые сложные задачи. Сейчас мы как раз будем прорабатывать вот этот вопрос по тому, почему нам субсидии к нам не могут применить, именно по субсидии процентной ставки с 14 до 7. Я думаю, что это найти надо решение. Ну, соответственно, палата предпринимателей помогает в этом плане. Сегодня продукция предприятия «Возрождение 21 век» присутствует как на отечественном, так и на российском рынке. Это около 20 номинований замороженной продукции – пельмени, вареники, равиоли, блинчики и многое другое. Особенность фирмы заключается в том, что она самостоятельно создает, производит и реализует свою продукцию, а также тщательно подходит отбору всего закупаемого сырья, проявляя тем самым заботу обо всех своих покупателях. «Самое интересное, мы в этом году были на форуме Союза гусеводов России. Первый форум у них проходил 20 лет назад. Они сейчас возрождают это направление. То есть мы были на втором форуме, который состоялся в Москве. Мы заметили такую тенденцию. В России, как правило, производят инкубационное яйцо и суточные гусят и продают населению, мелким фермам. Они, соответственно, уже выращивают и продают на рынках. Но промышленного производства мяса гуся практически нет. Вот так как россияны сейчас остались без венгерского, без польского, без германского гуся, то, соответственно, вся потребность в наших лицах сейчас. Что нужно знать начинающему предпринимателю, который захотел открыть свое дело? Сергей Сергин ответил нам на этот вопрос. Ну, самое главное – это настойчивость, упорство и никогда не унывать в любой ситуации. Сто раз упадешь, сто раз вставай. Тогда можно добиться какого-то успеха. Бизнес – это не очень легкий. Ему надо действительно с ним работать с утра до вечера и выкладываться полностью. Тогда получишь результат. Самый экологически чистый гусь в Казахстане на натуральных кормах, без всякой химии, плюс современная европейская упаковка, очень презентабельная. Но самое главное – это она очень вкусная. Производство братьев Сергиных из Караганды сегодня развивается в двух странах. Планы на будущее, конечно, есть. Что было намечено, обязательно сбудется. Работу предприятия «Возрождение XXI века» уже отметили почетными грамотами и другими наградами. Три года не прошли даром, но многое еще предстоит сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова